Здравствуйте, уважаемые наши телезрители! С вами программа «Влияние» на телеканале «Импакт». У нас в гостях сегодня интересный человек, которого я хочу вам представить. Возможно, вы уже неоднократно видели его на ваших экранах. Это Виктор Яковлевич Копец. Виктор, приветствую вас. Рад иметь вас на нашей программе. Приветствую вас. Очень рад также вас видеть и быть здесь на программе. С нами также его супруга на программе. Здравствуйте. Мы рады иметь вас на программе. Здравствуйте. Приятно быть здесь. Спасибо. Хочу напомнить, что Виктор Яковлевич, он человек, который пишет книги. И сегодня мы представим вам новую книгу, которую он написал. Она уже в издании. Называется «Милость Божья». Вот так она будет выглядеть или выглядеть, как только вы ее получите на книжных полках. «Милость Господня». «Милость Господня». Виктор Яковлевич Копец, пастор и доктор служения, человек, который служит не только здесь, в Америке, но и за пределами Америки, в многих странах. Виктор Яковлевич, мы рады вас иметь и хотели бы попросить вас немножко поделиться о той теме, которая вас беспокоила, когда вы писали эту книгу. То есть книга, которую вы писали «Милость Господня». Пастор Виктор, почему «Милость Господня» ваша 12-я книга, которую вы написали, да? То есть я хочу показать нашим телезрителям, если вы не против, пастор Виктор написал 11 книг уже, они уже давно в эфире. Этими книгами пользуются в университетах христианских как пособиями человек, который служит телу Христову на этом уровне. И последняя книга, или же 12-я книга, которую он написал, это «Милость Господня». Мы хотим сегодня поговорить, пообеседовать с нашим книгоиздателем, пастором и служителем Виктором Яковлевичем. Виктор Яковлевич, расскажите нам немножко, что вас вдохновило написать вот эту книгу, которая называется «Милость Господня» и почему «Милость Господня» на 12-й книге? Да, ну, хороший вопрос, знаете, я, в общем-то, имел в планах, в общем, написать 12 книг в своей жизни, мысль такая была. И как раз эта книга, как бы, 12-я, она у меня оказалась, как бы, на эту тему «Милость Господня». Почему? Потому что в своей жизни я видел очень много милости Господней. Это прежде всего лично для себя. Я могу делиться, наводить примеры разные. Второе, что наш Господь весьма милостив. И Он милостив, в первую очередь, к Своим, которые знают Его. Это особое расположение Бога, и милость Божья явленная. И милость Божья, она явлена ко всем людям. То есть, чем старше становишься, тем больше понимаешь, насколько важна милость Господня. Ну, конечно. Ее оцениваешь, сопоставляешь, и смотришь на все свои прожитые, как бы, дни, годы жизни. И больше замечаешь. Замечаешь. Что было много милости Господней на протяжении всех этих дней. Если бы не милости Божьей, то, конечно, я бы даже и не был бы здесь сегодня. Это я лично говорю о себе, потому что меня это касается особо. Виктор Яковлевич, я надеюсь, что эта ваша книга не последняя, правда? Вы еще будете писать книги. В вашем возрасте это еще можно продолжать. Ну, брат Юрий меня спросил, Виктор, ну, где я имею столько времени, чтобы, ну, посвящать себя, вот, написать книги и все. Я говорю, дело не во времени. У меня как раз времени очень мало. Я очень занят еще, кроме духовной работы, ну, работаю, зарабатываю, деньги на семью и так дальше. Но вопрос в желании, вопрос в том, что я вижу, что это надо. А может, пастор Виктор, может, это вам ваша супруга помогает писать книги, не правда ли? Или вдохновляет вас писать книги? Она может сказать об этом, что в этом глушах есть. Что вы можете сказать на этот вопрос? Кто вдохновитель на писание книг? Я свой вдохновитель. Хорошо. Она у меня администратор, секретарь. Что нужно копии сделать, куда отправить, напечатать что-то как-то на компьютере и все прочее. Ксерокопии и все это. Она мне все помогает, и делать без нее мне было бы очень трудно. Ну, спасибо, что вы пришли на нашу передачу. Это первый раз, который я с вами провожу и имею честь вас представлять. Спасибо, что вы пришли. И я думаю, наши телезрители увидят вас, кто все-таки стоит за этим всем, чтобы это все стало возможным. Спасибо, что вы пришли. Слава Богу. Да, знаете. Милости Господне. В моей жизни тоже я вдохновлена. Потому что если бы не милость Божья, то мы бы не были спасены. Это правда. Да, милости Господней и Господь явил моей жене очень много. Знаете, в то время, когда она еще в школе училась, но тогда было другое немного время. И школьники кругом насмехались. Она уверовала в Господа. 14 лет. Приняла крещение, 15 лет. 16. 16. Училась в школе. Она как бы одна. Но всю школу была отличница. Но вот для того, чтобы не дать ей красный, так сказать, диплом и медаль, специально просто ее занизили и сделали одну четверку. Поставили в аттестате в конце, в 10 классе. Но ничего, это ей не помешало, вы знаете, закончить университет и иметь работу хорошую, достойную по профессии. Вот уже 15 лет работать на одном месте. Ну, Бог знал, что надо будет редактировать книги. И Бог знал, что надо будет стоять за всем этим наследством, которые вы сможете оставить, даже когда вас не будет однажды. То есть, ваши книги смогут быть благословением для тех, кто будет изучать Слово Божье по этим книгам. Ну, я надеюсь, вы знаете, потому что я получаю это вдохновение от Бога. И, в общем-то, говорят, писатель не тот, который много пишет, а которого люди читают. Так, правда. Признают. Правда. Которые пользуются его трудами и ценят. Поэтому это уже покажет время, дальше и так дальше. Но я чувствую в этом призвание. И поэтому мне приходит, как бы перед этим я написал «Слава тебе, Господь» книгу. Она у меня родилась внутри уже, как бы вся. Я говорю, Наташа, у меня книга здесь, ее надо только изложить на бумагу. Я ее написал очень быстро, вот за 4 месяца. И после того мне пришла мысль и тема именно эту книгу. Я здесь и о своей жизни рассказываю, и о служении, и о милости Господне, и о том, как милость мы должны проявлять к другим людям в отношении, с другими людьми. Вот. Поэтому эта книга, в общем-то, тоже, считаю, интересная, кто ее будет интересоваться, получит. Ну, я сам лично имею несколько, я читал ваши книги, Виктор Яковлевич, очень прекрасно излагаете мысль, и последовательность, прочитая ваши книги, можно прийти к какому-то результату решения или вдохновению. Я думаю, себе было бы хорошо, если бы вы сегодня поделились с нами именно на эту тему, по этой книге «Милость Господня», которую самую новую вы написали. Скажите нам, пастор Виктор, что вас так вдохновило или зацепило, почему вы так много думали о милости? Видно, так оно получилось, потому что, чтобы написать книгу, нужно много об этом думать, нужно много об этом готовиться. То есть, это не просто стихотворение, это целая книга. То есть, что бы вы на это ответили? Ну, да. Ну, знаете, это надо быть близко с Богом, слышать Божий голос, призвание, что Господь хочет дальше от меня, и Господь как бы дал мне на мое желание и мысли развить глубоко эту тему и раскрыть ее, и рассказать ее о своей жизни, что было в моей жизни, какие милости. И поделиться с людьми, что говорит Писание в отношении этой темы, что касается для нас. Потому что в последнее, особенно время, и написано, в последнее время, когда люди будут думать о себе больше, думать и рассуждать, эгоистичные люди будут, жить для себя. Но в этом мире, после грехопадения, мы знаем, что такая великая нужда проявлять милости, потому что и болезни, и голод, и войны, разруха, и все другое, пожары, и все, что случается в жизни. И кто поможет этим людям, кто их обогреет, кто им подскажет, кто вот утешит их. Прежде всего, это христиане, потому что Писание так говорит, Бог наш много милостив. И вот в Евангелии от Луки, вот я даже прочитаю, смотрите, и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступайте с ними. Прежде всего, вот, и так, будьте милосердны, как отец ваш милосерд. Это как будто бы уже прямое указание Бога. Да, это как заповедь. Повелительный глагол, да, то есть будьте милосердны. Да. Бог хочет, чтобы мы были копеем, милосердны. Приказ, понимаете. Конечно, человек, который верою принимает эти слова и поступает так, он получает сполна от Бога. Ему это в радость, а не в тяжесть. Ему это в радость, он хочет помочь, и это приносит удовлетворение его душе, его сердцу, когда он кому-то помог. Иногда бывает очень, очень мало нужно, всего лишь, ну, немножко помочь. Я еду как-то в метро, и бабушка проходит там, и там люди что-то ложат. Я положил, по-моему, всего, не помню, там, сколько там, пять или десять, сколько там, ариенов. Это было в Украине, в метро. Она так на меня смотрит с удивлением, и я не понял, думаю, ну, что, может быть, я так ей угодил, или что, ну, всего лишь немножко. И она просто так меня благодарила. Ну, всего немножко, понимаете. Но для старушки надо, потому что у нее нет. Ну, нет, нет. Иногда встречаешь людей, ну, которые стоят там, вот, где-то на стоянках автобусных, просят там, и табличка «Помогите», или «Бог благословит вас», или «Я голоден», «Андрик», там, все. Ну, вот, смотришь и определяешь, ну, это человек, который действительно нуждается для хлеба. Или это человек, который соберет немножко денег, пойдет и купит себе там алкоголь, или еще что-то. То есть надо нам милость проявлять, творить добро с рассудительностью, с рассуждением, как Писание говорит нам об этом. Для того, чтобы это не повредило ему. Другое просто, это как его работа. Он собирает, собирает, собирает на день. Он соберет больше, чем кто-то заработает где-то на производстве себе деньги, понимаете, тоже. Но иногда бывает, что человек действительно нуждается. Я по своей работе, ну, много езжу, я служу людям, оказываю, ну, такое, ну, мое служение, сервис такой вот. Вот в транспорте, в доставке людей из больниц, госпиталей. У меня всегда есть мелкие деньги, и я, когда останавливаюсь, везде, вот, смотришь, эти бедные, я смотрю, чтобы не согрешить. Вы знаете, ну, надо, значит, дам больше. Сомневаюсь меньше. Ну, если я вижу явно, что это будет человеку, ну, возлом. Намредит. Что человеку нужно менять образ жизни, а не помогать ему, не вдохновлять ему стоять, как он и стоит на этой прорезке. Да, так. Иногда я вот как-то остановился, и молодой человек, я даже остановился, вот встал в сторону, вышел к нему. Говорю, ну, ты, сколько тебе лет? Он что-то сказал, 18 или что-то. Говорит, у меня нет ни папы, ни мамы, все меня бросили. И я сам один, и все, я ему дал денег, чтобы он пошел в ресторан покушал. Вот, я ему рассказал, говорю, ну, слушай, у тебя есть выход, ты еще молодой совсем парень, это не для тебя. Это не для тебя. Тебе нужно, чтобы тебе помогли в чем-то, в чем ты не можешь. Пойди в церковь, поговори с пастырем. Пусть тебя устроят, или учиться, или на работу, или как-то, чтобы ты мог развить свою серьезную жизнь, иметь хорошее отношение, и чтобы ты был с Богом. Ну, вот, такие беседы вот состоялись. Знаете, иногда, потом я уехал и думаю, у меня же, надо было ему еще и это, и пиджак дать, куртка у меня там была. Ну, я уже уехал, уехал, уже, знаете, сразу не подумал так, ну, иногда мы делаем и недостаточно, вот то, что у нас есть возможность, но сразу не приходит это все. Но иногда всего лишь немножко надо, и человеку это все. Ну, цель простая, что мы все можем помочь тем, которые менее удачливые, или нуждающиеся чем-то, помочь и сделать их жизнь, или их день более веселым. То есть, другими словами, проявить милость к другим людям. Да, конечно. Знаете, я имею с кого брать примеры. Так. В своей семье. Бог меня благословил. Мой мама и папа, они уже в вечности, ну, мне уже 60. Я скажу вам, это же я не молодой. 60. Ну, это всего лишь 60. Всего лишь 60, да. То есть, не надо себя уже, как бы, причислять к старикам. Нет, я не собираюсь на пенсию, я вообще говорю, что это не для меня, вообще не думаю об этом. Но моя мама и папа, они были христианами всю жизнь, и меня так учили, и не столько говорили, как делали. Как делали? Я видел, смотрел, что приходили соседи кругом, занимали деньги. Вот у Якова Романовича почему-то больше денег, чем у кого-то. Понимаете? Он работает как все. Семья четверо детей, понимаете? И все. Но они никогда не отказывали никому. Вот если что-то было, последнюю десятку, пятерку, двадцатку, они дадут. Нигде не записывали, там, долг или что. Принесут люди, принесут. А кто-то забудет, там, не принесет. Ну, и все. И так хорошо. Бог давал. И это вот. Потому что они милость проявляли. Понимаете? Когда-то, я помню, мне было 4-5, и Одиков отец начал копать колодец. Вау! Это, я был маленький, я так смотрел вниз, колодец до 10 метров глубины, выкопал лопатой вручную. Один. Ну, кто-то там вытягивал это все ведром, высыпал. И это все, я смотрел вниз, меня держали. Вау, отец там внизу. Мне казалось, какой герой, какой это, понимаете, умный человек, чтобы добраться и знать, что там есть вода. Это же не то, что сейчас сперва бурят, вот, что знают, что там есть вода. А тот просто на веру. Копает и копает, и докопался. Потом выложил камнем, кругом, все вокруг, доверху сделал, чтобы можно крутить, ведро поднимать, это с водой. И после, все люди кругом, вы знаете, начали приходить, стал общественный. В колодец вообще, говорят, вот, Яков Романович, самая лучшая, холодная, приятная, сладкая вода. Ну, Бог дал так, так было действительно, понимаете. Яков Романович копал и углубился, да. И углубился. Ни с кого не требовал ничего. Никогда не говорил, почему ты поздно так пришел, будешь нас ведром, там уже тарахтишь. Или рано очень пришел, или как. Ну, никогда, просто каждый приходил как к своему, в наш двор. Не было, не закрывались ни ворот, ничего, все просто. Это, понимаете, и я это впитал в себя. Впитал. То есть, это было примером вдохновения. Ну, это было жизненным примером. Оно мне останется на всю жизнь, и я стараюсь подражать им в этом. То есть, милость, которую мы проявляем к людям, она, где-то мы взяли пример. Так? То есть, где-то к нам проявили милость. То есть, проявляя милость другим, мы учим их также проявлять милость. Да, конечно, я думаю, что Бог являет милость к нам каждому человеку. Но проблема человека бывает в том, что люди просто ее не видят, не замечают. Люди утром поднимаются, спешат быстренько, едут на работу. Там, значит, знают, что там будут большие заторы. Вот, много машин или там это, спешат. Люди не думают о том, что как взошел новый день, взошло солнышко, понимаете. Обновился воздух, как будто после дождя. Я, моя работа такая, я встаю очень рано. Бывает, начинаю работу в три утра, в четыре. Иногда в пять, а самое позже в шесть часов я на работе. Всегда, то я всегда встречаю рассвет. Я смотрю, как сходит солнышко. Я дышу вот этим воздухом, как обновляется он, понимаете, после ночи. Это просто чудо. Бог дает. Бог дает человеку жизнь. Это большое чудо. Это милость Божья. Ну, знаете, Бог отнимет милость, и все, дыхание прекратится. То есть, вы говорите, Виктор Яковлевич, что милость Божья, это даже в том, что мы утром просынаемся и имеем прекрасный день. Это уже милость Божья. Да, уже в это милость Божья. Что еще входит в милость Божья, чтобы можно было перечислить вот это милость Божья, вот это милость Божья? Что бы вы могли сказать? Знаете, милость Божья – это иметь доброе сердце, доброе расположение, быть внимательным ко всему, что окружает нас, и то, что мы, ну, как бы не заслужили, не заработали. Вот мы только родились, и кто-то за нас постарался там построить дом, где мы живем, вот, устроить нашу жизнь. Господь соделал все к нашему достатку, что мы дышим воздухом, вот, и все, все это не наше, но мы потом должны отдавать Богу. Мы должны благодарны быть Богу. Вы знаете, когда-то Даниил Навуходоносору сказал о том, чтобы он сотворил добрые дела, понимаете? Вот это, чтобы милость Божья продлилась над ним. То он должен был сам стать милосердным. Он сам должен быть милосивым или милосердным, вот, для других, вот, для того, чтобы Бог проявил милосердие к нему, особое милосердие к нему. Когда мы не думаем о том, что нам кто-то за это заплатит, или кто-то это заметит, или кто-то благодарит за это, но чтобы это было нашей радостью, что мы кому-то, вот, сегодня хотим сделать приятное. И это бывает немножко, и он скажет, какой прекрасный сегодня день, с каким прекрасным человеком я сегодня встретился, какой хороший собеседник. Ну, он мне немного и финансово там помог, он мне дал добрый совет. Много людей, тех, ну, которые нуждаются, ну, просто пообщаться с ними, поговорить, утешить их, потому что они, может быть, и богаты, и сами могут помочь. Но они изолированы, они не общаются ни с кем, они скучают. Нужно и в этом им иногда помочь. Поэтому проявление всесторонней милости людям, не обходить, так сказать, мимо никого, кому ты видишь, что эта милость нужна, если ты ее вложишь в того человека, это ты вложил для Царства Божьего, для Неба. То есть, другими словами, всякими возможными способами проявлять доброту к людям, да? Потому что слово милосердие, да? Милое сердце, доброе сердце. Конечно. Проявление доброты. Есть и организации, которые занимаются, знаете, по-моему, голодным. Психи основная цель – делать добро. Голодным все, но не секрет к тому, что церкви, церкви, они всегда на передовой. Они всегда, если где-то есть какая-то нужда, какая-то проблема, я знаю… То есть, они реагируют первыми. Реагируют первыми, и финансово, вот, и собирают и одежду, и все. Когда мы еще, знаю, в Украине я, когда трудился там, директором миссии, и все, то, естественно, что были помощь гуманитарной, различной помощи, продуктами, одеждой, вот, и медикаментами, и оборудованием медицинским, и все. Но для того, это от кого? От наших братьев. Так, так. За границей, знаете, из Америки, из Европы. То есть, кто-то подумал о нас тогда, да? Кто-то подумал о нас, ну, а мы можем… А сейчас мы можем подумать о ком-то, так? Подумать о ком? Правильно, правильно. Мы должны подумать о том, что мы никогда в своей жизни не сделаем больше, больше, чем Господь сделал Христос для нас. Никогда. Да. Поэтому просто мы не можем что-то заслужить особое и заработать. Но Бог, видя наше доброе расположение в сердце, Он особо расположен к нам тогда, когда мы расположены к людям. То есть, другими словами, Бог не может нас заставить быть милосердными, да? Да. Но Он нас вдохновляет и говорит нам быть милосердными. Чтобы быть милосердными, это нужно нам самим решить в нашем сердце, что я буду добрым к другим. То есть, я могу решить, что я буду не замечать другие нужды, или могу решить, что я буду замечать другие нужды и буду реагировать на эти нужды. Это мое решение, чтобы я был милосердным, как мой отец милосердный. Но, видите, Господь испытывает нас, даже так можно сказать. Когда мы видим бедного, когда мы видим сироту, даву, когда мы видим нужды другие. Господь говорит прямо в Писании о том, что вы сделали им, то вы сделали мне, Христу. То вы сделали. Вот насколько мы любим Господа, настолько мы расположены делать милосердие окружающим нас, ближнему нашему, который вокруг нас. То есть, другими словами, как мы можем отблагодарить Богу за Его милосердие, это проявить милосердие тем людям, которые нуждаются в милосердии? Ну, конечно. Ну, конечно. Знаете, иногда люди привыкли его только для себя, только брать, только все мало, все недостаточно. Вот этот эгоизм, он приводит людей в такое состояние, что они, как правило, ну, всегда недовольны. Сколько бы приобрели, чего бы это, сколько бы не было у них, а надо еще, а всего мало. Вот. Почему? Потому что сердце не дает радости, удовлетворения. Душа, душа не удовлетворена тем. Вот тогда, когда мы делимся, когда мы жертвуем, вот, когда мы готовы даже, ну, ущерб себе, так сказать. Вот, ущерб себе. Ну, потому что, когда ты берешь, отдаешь, тогда ты берешь от себя, давая кому-то. От себя. То есть, ты себя ущемляешь, давая кому-то. Да. Но это меньше не станет. Знаете, когда-то у меня был такой случай, вот, что я делал сервис одному человеку, и он, я вижу, что он не расположен мне заплатить столько, сколько стоит этот сервис, этот сервис. Но я так с людьми всегда, я говорю, что я вижу, ну, по тебе, что один может, другой не может, ну, тебе же надо все равно пользоваться им, вести тебя. Вот. Я говорю ему, вот, сколько ты желаешь, вот, сколько ты только желаешь, что ты мне положи, я и даже считать не могу, могу не посчитать, мне не важно. Вот сколько ты, ты считаешь, что ты можешь положить мне, я тебя отвезу, сделаю сервис так же, как и любому, и скажу тебе, пожелай доброго дня, помогу тебе во всем, и проведу тебя, заведу тебя в свой дом. Потому что люди с госпиталя больные, понимаете, они, их раны болят, и они иногда на костылях, и не могут, вот, ну, и он так сделал, он так сделал. Я так примерно прикинул, сколько там не достает, там, там, может быть, 20 долларов, или там 18, и сколько там не доставало. И все, я был доволен от того, что он доволен остался. Я проезжал мимо на заправке, заехал на заправку, вот, у меня была машина раньше такая, что только натуральный газ, CNG, надо иметь. А там надо только кредит-карточкой пользоваться, нельзя, там, кеш, там, заплатить, ну, наличные деньги, там, только лишь это, автоматически все. И я испробовал одну свою кредит-карточку, вторую кредит-карточку. Ну, не работает, ну, не срабатывает почему-то, я не знаю, вдруг, смотрю, подходит, оказался там менеджер, который на той заправке, менеджер. Он приходит ко мне, и какой-то своей карточкой там что-то где-то провел, нажал, все, и говорит, заправляйся. Нет, заправляйся, я заправился, я ему достаю кошелек, ну, смотрю на счетчик, сколько, выбило столько, сколько этот пассажир мне не додал, которому я сделал обслуживание. Понимаете, выбило, выбило столько, сколько не дал. Я ему достаю деньги, да, думаю, бездача, говорю, вот, ты же мне послужил. А он говорит, нет, я менеджер, спасибо, я только возьму ресит для компании, а это мое доброе расположение тебе. Спасибо, что ты заехал ко мне. Я думаю, что этот человек, наверное, читал вашу книгу уже. Или, может быть, он же до этого понял, что нужно быть мылосердным, как отец нашим мылосердным. Я думаю, что Господь управляет судьбами нашими, понимаете? И Господь нам дает знать, что ты не потеряешь вечности никогда, даже и на земле не потеряешь. Ты будешь счастлив от того, что ты послужишь другому, ближнему. Виктор Яковлевич, я хотел бы задать вопрос вашей супруге, Наталье. Что вы думаете, вот вы редактируете, может быть, менеджируете книги Виктора Яковлевича? Какие ваши наблюдения о милости, которую вы пережили в вашей жизни? И что бы вы могли, какой совет дать нашим телезрителям в этом плане, как человек, который уже с каким-то определенным опытом посоветовать и сказать, знаете, дорогие, вот в моей жизни было так, держитесь вот этого. Но это всегда важно, когда старшие люди, которые прошли перед нами, дают нам более молодым людям какой-то совет, какое-то направление. Ну, вся жизнь – это милость Господня. Вспоминая свою жизнь, я могу сказать, например, моя бабушка покаялась в начале 30-х годов. И вы знаете, выходцы из бывшего Советского Союза, какие-то годы были тогда тяжелые. Она не имела права проповедовать другим, даже своим детям, но она молилась. И вот через 40 лет моя мама покаялась. И моя мама сказала мне о Господе. Это были уже начало 70-х годов. И Господь коснулся моего сердца. Я тоже отдала свое сердце Господу. Это тоже большая милость, потому что в то время, тоже 70-е годы, это годы атеизма. И я на всю школу была одна верующая. Конечно, там православие было, но… Оно не считалось настолько верующим, как оно сейчас у себя считается. Все пытались меня перевоспитать. И как мой муж уже вспомнил, особенно одна учительница, она была на тот момент классной руководительницей, она стала занижать мне оценки. Я сразу не поняла, подошла к ней и говорю, как вы думаете, какая у меня будет оценка за четверть? Она говорит, если ты изменишь свои убеждения, тогда будет пять. То есть оценка от убеждений. Да. Ну, это печально, конечно, но нам пришлось это пережить. Да. Каждому, да. Так что Господь и вел меня, и я осталась верной Господу, только благодаря милости Господней. Это, я считаю, что чудо. И вся жизнь наша – это вдохновение, это милость Господня. Вы знаете, это хорошо, когда мы осознаем и принимаем милость Божью в нашу жизнь, поэтому мы берем пример, чтобы быть милосердными в отношении других людей. Спасибо, Наталья, поделились этим. Знаете, я бы хотел сказать, что, слава Богу, Бог дает людям развиться, иметь хорошие работы, хороший бизнес, хороший достаток. И многие люди не то, что не в нужде, но имеют, можно сказать, даже избыток. Вот. Они, то есть, люди, которые обеспечены, или даже, можно сказать, богатые люди. Богатые тоже можно так сказать. Есть богатые люди. Вот. Ну, конечно, им это нелегко приобретается, потому что для этого нужно очень много работать, посвящать времени, ну, не хватает больше времени, можно сказать, на духовную работу. Так. Но, если такие люди хотят иметь особую милость от Бога получить, иметь Божье благословение и награду на небесах, то я прочитаю, что Писание говорит к таким людям, которые особо могут послужить материально. Материально. И для бедных, для больных, для миссионеров, для всех, которые по всему миру трудятся, проповедуют Слово Божье, Евангелие, вот, вы знаете, иногда, если кто-то, какого-то спонсирует миссионера, ну, можно сказать, что и он миссионер. Так. Понимаете? Потому что вот этот миссионер бы не работал бы, вот, не было бы финансовым, но все же связанным с финансами. То есть, ваше послание, Виктор Яковлевич, к людям обеспеченным сейчас? Обеспеченным людям, да. Да, и слава Богу, что таких много есть. Слава Богу, да. И вообще, вы будете праведниками, праведнику, вот, достойно, прилично. То есть, их обеспечение или их богатство не помешает им войти в Царство Божье? О, нет. Конечно, если тот богатый юноша, который посчитал богатство высшей ценностью, чем Царство Божье, он ушел с печалью, потому что то, что Господь ему предложил, ему не подходило, понимаете? Ну, это одно дело. Это слово к тем, которые уже приняли, что самое основное богатство – это духовное богатство. Да. Но они обеспечены материально. Что они могут делать? Да, вот смотрите, апостол Павел, когда встретился со Христом, что он сказал, что все, что у меня было до этого, а что у него было? У него была власть, образование высокое, видите, он был там и в Синедрионе, с ним считались. Хорошая работа, оплачиваемая, уважаемый человек. Он написал, в Писании пишет, что все это считающий, засор почитает. То есть, настолько для него стало приоритетным то, что он приобрел сейчас со Христом. Это работа Царства Божьего. Царство Божье узнал Христа и последовал за Христом, что все остальное, знаете, это было второстепенно. Итак, первое послание к Тимофею, шестая глава, вот, 17 стиха. Богатых в настоящем веке, настоящий век, сейчас. Люди, которые живут сегодня, да. Вот как премудро написано, в любом веке, в настоящем веке, сейчас. Чтобы они не высокодумали о себе и уповали не на богатство неверное, уповали, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Вот наше наслаждение в нашей жизни будет полное наше удовлетворение тогда, когда мы будем в Боге, в Господе нашем. Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами. Богатели были щедры и общительны, собирая себе сокровища добрые, основания будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Это очень хороший стих. Вы знаете, ну это такое прямое поручение людям, всем, желающим иметь такое благословение от Господа и прежде всего вечной жизни. Но для этого нужно это просто верой воспринять, что это живо, что оно работает, что это наша цель, наше призвание, что богатство наше заключается в том, насколько мы здесь будем, ну то, что нам приходит, но не расточать просто, не для дырявого кошелька работать, знаете, но на благо Царства Божьего на этой земле, для созидания его, для покаяния людей, для спасения грешников, для тех, которые будут молиться за тебя, если ты дашь ему что-то, и благословлять тебя, и Бог непременно благословит. То есть Бог обеспечивает нас материально и дает нам возможность приобретать богатство, дает нам силу, мудрость приобретать богатство. И потом Бог хочет, чтобы мы это богатство правильно реализовали, так? То есть правильная реализация богатства – это богатеть у Бога добрыми делами. А как можно богатеть добрыми делами? Это используя то, что ты имеешь для дела Божьего, для людей, которые нуждаются в этом плане. То есть сделать много добрых дел и богатеть этими добрыми делами. Интересный очень момент. Богатеть у Бога добрыми делами, не материальными средствами, которые мы имеем, и пытаемся так защитить. И это все хорошо, мы должны защитять, защищать и иметь. Но важно не упустить главный момент нашей жизни в этот момент – правильно распорядиться богатством, которое Бог нам дал. И раздать тем, которые нуждаются в том, часть нашего богатства. То есть Бог не хочет, чтобы мы раздали все. Но Он хочет, чтобы мы раздавали то, что мы можем, поддерживали тех, кому мы можем поддерживать, и богатели у Бога добрыми делами. Очень классный стих. Знаете, апостол Павел пишет, описывает там в своем послании, когда нуждалась церковь евреи в Палестине, нуждались. И вот он пишет о том, чтобы организовать сбор средств. Каким это образом? Чтобы это было и по расположению, и по возможностям. Богатые должны дать больше, бедные – сколько себя дать. Видите, а тот, кто имеет несколько всего лишь… Тогда Христос сказал, что эта бедная вдова дала больше всех, она дала все, пропитание свое, все, что было у нее. Можно себе представить. Отдать и ничем не остаться. Но Господь это все быстро обновляет, Господь благословляет. Бог это быстро запитил, заметил, когда женщина отдала все, да? Да, когда были пустые кувшины, понимаете, эта бедная вдова, она не имела ничего, вот, и когда они начали наполняться этим маслом, сколько у тебя есть кувшинов еще, вот, все, больше нету. Все кувшины полные, мол, теперь иди, продай его, и будешь иметь пропитание себе. Откуда оно пришло? С неба. Интересный момент, пастор Виктор, что Бог дает тогда, прежде чем даешь ты. Мы сначала хотели бы, чтобы Бог дал нам, и мы потом даем, а Бог хочет, чтобы сначала давали мы, и Он потом давал нам. То есть, как вот в отношении этой вдовы, Илья, которая пришла и говорит, дай мне покушать, но у меня нет, у меня, вот, тут осталось только нам. Ну, понятно, дай сначала мне, а потом поручишь ты. Даже наша зарплата, наша работа, это тоже то, что Господь нам позволяет. Позволяет иметь. Это делать, заработать, понимаете? Мы могли бы, ну, не способны были работать, или быть инвалидом, или не иметь этой работы, или этой профессии. Не иметь, не иметь этих людей, которые платят в этот бизнес, или еще что-то. Понимаете, это тоже все Господь нам дает. Но, если мы вот это дадим часть чего-то, то никогда мы не останемся. Я знаю одного пастыря, одного брата, который жил в Киеве, брат Петр, такой есть Назарчук. И он с многодетной семьей уехал в Сибирь. Но не в Сибирь, в Вологодскую область, Владимирскую, Вологодскую область, по-моему, и за Москвой. Вот. И продал свою квартиру, и все уложил в строительство молитвенных домов. Прямо там в России. Труд, служение то, и образовалось целый союз, там, знаете, церквей, и все. Все туда вложил. Бог ему все возвращает. Он имеет сейчас, живет здесь, имеет свой дом. Вот. Понимаете, ну уже все нормально. Вот. То есть, Бог заботится за то, что... То есть, ты не можешь быть более щедрым, чем Бог щедрый. Чем Бог щедрый. То есть, когда ты даешь Богу, или даешь бедному, даешь взаймы Богу, Бог обязательно тебе отплатит за это. Да. Я вам скажу, что с практики, даже в моей церкви, где я был в Одессе, в Одесской церкви, вот. И когда, значит, туда пришел такой пастырь, пресвитер Лещук Иван Фомич, и он там больше 20 лет, был в церкви служил, и все, все-то он был как волонтир работал. Понимаете, бесплатно. То есть, никто не платил. Потом купили... Он туда перешел, и мы с братом Николаем, моим братом, перешли туда в церковь. И так, и трудились, служили там. И потом расширили, так сказать, тут церковь, она количественно наполнилась, хор образовался. Потом пришли лучшие времена, молились церковью, и Бог дал возможность землю иметь в лучшем еще месте. И построили лучшую церковь. Ну, кажется, не было больших средств, не было спонсоров никаких, ничего. Но люди приносили все, что в них было финансами. И люди приходили туда каждый день после работы для того, чтобы создать этот храм. И этот величественный храм сейчас, знаете, один из лучших в Украине, так сказать, молитвенных домов построили. И просто это удивительно, как это все за 7 лет создали, как Соломон построил храм за 7 лет. Понимаете? То есть, люди проявили милость, желание к этому. Я уже тогда переехал в Киев, вот, женился с Наташей, все, он мой брат. Ну, каждый день, каждый вечер, он всегда там был после работы, выходные дни, и все. Кроме воскресенья, воскресенье было служение, со мной остальные дни. Это там, можно сказать, кипела работа. И мужчины, и женщины, кто готовил кушать, кто строитель, строитель, кто инженер по инженерной работе, как руководитель, был руководителем, вот, и так дальше. Ну, вот этот благословенный брат, Лещук Иван Фомич, ушел в вечность, вот сейчас. Я здесь, я приехал, чтобы проводить Ивана Фомича еще, он вечный, завтра будет похорон его. И мой пастор с детства, я хорошо его знаю, я знаю, насколько это был посвященный, милосердный, кроткий человек. Мне кажется, что, как Моисей, вы знаете, если вот кто-то спросит, что, кто такой кроткий человек, нужно было послать, иди познакомься с пастором Иваном Фомичом. И вот ты увидишь, кто такой искроткий человек, понимаете? Я знаю, что теперь большая награда для пастора, для нас, если мы будем достигать, стремиться, для всех, уважаемые слушатели, вот, мы еще живы, Господь дарует нам еще жизнь, здоровье, не будем тратить время, потому что, вы знаете, мы сегодня живем, а завтра в руках Господних, успеем, не успеем, все, что успели, то наше, все, что не успели, ну, то все, так сказать, прошло мимо нас. То есть нужно использовать время тогда, когда оно у нас есть. Да. То есть я думаю себе одно из таких ключевых, то, что я замечаю с нашего разговора сегодняшнего, и я думаю, когда уже получу вашу книгу, когда она уже будет, когда она полностью выпущена и будет доступна, то я думаю себе в это время почитаем больше. Я верю, что вдохновение, которое пришло к вам, Виктор Яковлевич, написать эту книгу, потому что в вашей жизни вы видели много милости Божьей. Одно из них вы мне рассказывали, когда вы потерялись были в двухлетнем возрасте. Да, в двухлетнем возрасте я, ну, дома находился, дома, ну, мама, мама там кушать готовит куда-то, где-то отвернулась в сторону, и все. Это 58 лет тому назад? Да, мне было два годика, и, может, самое большее это 6 месяцев. Два года, 6, может, 2-4 месяца примерно где-то вот так. Ну, я был полностью, можно сказать, раздет, в одних трусиках и боссы, и все. Я там услышал звуки, там, приехала машина или трактор, и что. Я открыл двери и выскочил, ну, чтобы там посмотреть, понимаете, все. И я, значит, я туда, думал, может, мой отец там, вот, или как. Я выскочил, ну, что в два года, ну, что в два года, человек может сообразить, знать, может, как его звать только. То, что я только знал. И я выскочил, я побежал, побежал, и побежал, и там, значит, мимо своего дома, и в поле, в поле. На поле там росла высокая кукуруза в три раза выше меня, большущие поля. И, вы знаете, я, значит, туда, а дальше я потерялся. Но только Господь меня ввел. Вы знаете, там земля такая чернозем, она как камешки, я посоя, она давила мои ноги. Комары искусали всего меня. Но я продолжал идти сражаться. Я шел, и шел, и шел, и шел между рядами, пока вышел, вот, на дорогу между двумя полями. А в это время здесь все кинулись, Витя пропал, Витя пропал, Витя, где? Нету, нету, это было, это было днем. Это было, наверное, ну, в общем-то, да, еще днем. Но, короче, отменили школу, школу отменили, все школьники начали искать мальчика. Где же мальчик, Витя, а может, плачет, а может, в кустах где-то, а может, даже колодцы проверяли. Ну, все же, понимаете, может быть, вот, где водоемы какие-то, всюду искали меня, меня искали целые, целые сутки меня не могли найти. Целые сутки я шел, целые сутки меня всюду искали. Мама волновалась, папа, все. Это представляете себе, ребенок двухлетний потеряться на целые сутки. И я, я прошел потом по этой дороге, мимо поля, полей, и выбрал правильный ориентир, и пошел к центральной, основной дороге, которая пересекала. И вот как раз на углу этих дорог стоял электрический столб, и я подошел к этому столбику, только присел, и сразу, конечно, уснул. И я уснул, и так ночью, и когда начало светать, немножко расцветать, вот, люди проезжают мимо, смотрят, ну, это что, настоящий мальчик? Пришли на меня, да, я живой, я живой, весь искусственный, понимаете, и встать на ножки не могу, и я ничего, как тебя зовут, Витя? Все, что я только знал, и больше ничего. Потом передали по радио, что нашелся мальчик Витя, и со мной приехал мой дядя Павел. Забрали меня и привезли такой подарок, понимаете? Ну, это огромная милость Божья. Божья милость на 99%, что я бы, если бы не милость Божья, я бы там не оказался. Я бы только присел в поле большом, в этой кукурузе, я бы сразу уснул бы там, понимаете? И когда бы я мог бы проснуться, или проснулся бы вообще? Понимаете, куда бы я пошел, и кто бы меня мог где-то найти? Но Бог имел свой замысел, и я теперь должен, и к Богу, я знаю, что я должен что-то оставить под себя, какой-то труд для того, чтобы Бог даровал мне жизнь. Я имею прекрасную жену Наталью, четверо детей прекрасных всех, понимаете, внучку, имею уже вот 9 лет. И, конечно, я радуюсь душой, потому что я здоровый, и, слава Богу, имею хорошую работу. Вот, не только имею для себя, и нуждающимся уделить. Слава Богу, за все, только надо радоваться и видеть милости Божьей, в этом писать. То есть, ваше послание сегодня, Виктор Яковлевич, что мы должны замечать милость Божью. Обязательно. Да. Другой пункт, который я для себя беру, мы должны не только замечать, мы должны благодарить за милость Божью, быть благодарными. Да. И в ответ, будучи благодарными за милость Божью, мы сами становимся милосердными. Милосердными к другим. Да. И богатеем у Бога добрыми делами. То есть, даем нуждающимся, поддерживаем тех, которые слабые, или поддерживаем миссионеров. То есть, мы замечаем милость Божью в нашей жизни. Вы знаете, чем старше мы становимся, тем больше мы замечаем вещей, которые мы в молодости не замечаем. О, да. Но более старше мы замечаем вот эти вещи. Пастор Виктор, я хотел бы вас попросить, что бы вы хотели, у нас буквально осталось пару минут, что бы вы хотели такие самые основные моменты выделить, буквально 2-3 минутки, для наших телезрителей. То есть, сказать им самое основное, что есть в ваше сердце, исходя из темы, о которой мы говорили сегодня. Вот, пожалуйста. Это, конечно, большая мне привилегия, чтобы давать советы людям и пожелания. Я пожелания в своей книге пишу. Я выразил в своей книге все свои такие переживания, чувства, благодарности. Вот. Даю советы для людей, как нужно нам жить, чтобы быть милостивым, и чтобы Бог был к нам милостивым. У меня такое очень простое слово к вам, всем дорогие, все телезрители, слушатели. Самое простое такое слово, что в жизни каждому из нас приходилось переносить какое-то горе, какие-то трудности, испытания. Даже кто-то, мы на кого-то рассчитывали, надеялись, но кто-то нам не помог, не пришел помочь тогда, когда мы особенно нуждались. И вместо того, чтобы помочь, он, может, даже отнял у нас что-то то, что было личное, наше. И у нас какие-то натоились, есть какие-то обиды в сердце, которые мы не можем простить. И мы годами живем в этом. Знаете, есть только одна дверь, один выход. Это выход, чтобы простить и забыть все наболевшее, кто когда нас обижал или обижает. Чтобы попросить извинения, если мы кого-то обидели. Для того, чтобы мы освободились от этого. И чтобы мы в своей жизни искали всякого удобного случая, чтобы проявить милость, хоть маленькую, незначительную милость, когда у нас есть возможность, к людям, которые окружают нас. Все, что мы успеем, это будет для нас, для нашей вечности. Спешите, друзья. Господь призывает нас к этому. Потому что Бог явил свою великую милость для нас. И мы перед Ним всегда в долгу. Мы отплачиваем Ему. Пусть Бог благословит вас. Будьте благословенны. Здоровья, счастья вам всем желаю. Слава Богу за все. А Богу нашему добудет благодарность. Спасибо. Это короткий момент. Спасибо, пастор Виктор. Наталья, буквально 30 секунд пожелания вашему камеру. Да. Господь милосерд к нам. И мы должны быть милосердны. А также еще не только материально помогать, молиться друг за друга. Это большая привилегия. И Господь благословит и нас, и тех, за кого мы молимся. Спасибо. Виктор Яковлевич, спасибо, что вы пришли сегодня в нашу студию с вашей супругой Натальей. Спасибо за приглашение. Спасибо, Наталья, что вы тоже пришли. Мы имеем честь и привилегию всегда иметь вас в нашей студии. Наталья первый раз имела такую возможность побывать вместе. Спасибо вам. Дорогие, прощаюсь с вами. Мы хотим пожелать вам также быть людьми милосердными. Как мы сегодня беседовали в этой нашей теме, обсуждая книгу, которую написал Виктор Яковлевич Копец. Бог проявил нам много милости. Мы тоже можем быть милосердными. Как мы можем быть милосердными? Милосердие проявляется каждый день. Будьте милосердными к вашим детям. Будьте милосердными к вашим коворкерам, людьми, с которыми вы работаете. С людьми, с которыми вы едете по дороге. Не будьте агрессивными, когда вы едете в трафике. То есть, когда люди окружают вас. Будьте добрыми. Пропускайте людей вперед. Открывайте двери перед людьми. Проявляйте добро. Добро – это то, что дает нам возможность отблагодарить Богу. То есть, богатить у Бога добрыми делами. Мы не можем заработать себе спасениями, добрыми делами. Но мы можем отдать Богу то, что мы можем отдать. А мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого лучшего. Божьих вам благословений. Спасибо, что вы были с нами сегодня. Пусть Бог благословит вас. Все, что вы будете делать. До свидания. До встречи в следующих эфирах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok